Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Александр Алексеевна Амутриева. Я рада представить вашему вниманию обобщен опыт моей педагогической деятельности. Я являюсь руководителем школи методического объединения учителей русского языка и литературы. Неоднократно принимала участие во всероссийских и международных педагогических конференциях, среди которых шестая международная конференция «Новый век», «Новое образование», «Всероссийская дистанционная педагогическая конференция, проводимая Академией педагогики» и другие. Педагогический опыт работы неоднократно обобщался в рамках городских практикумов проблемно-ориентированных семинаров. В 2016 году на областных августовских встречах для педагогов проводила мастер-класс. Постоянно являюсь членом муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников русского языка и литературы. В 2019 году работала в «Сибирской сказке» учителем-наставником участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Современный этап развития образования связан с изменениями, ориентированными на повышение качества образования. Поэтому по итогам выпускных экзаменов мои учащиеся показали результат выше, чем в городе и области. Так, например, по русскому языку средний балл по области составил 72 балла, а среди моих учеников средний балл составил 82,5 балла. В политеатуре по области средний балл 62 балла, а среди моих учеников 80,7 балла. Среди 47 моих выпускников 27 высокобальников. Из них у 15 выпускников средний балл ЕГЭ выше 80, а у 12 выше 90. Три моих ученицы продемонстрировали высший результат – 100 баллов. Две из них по русскому языку и одна по литературе. Результат УГЭ по русскому языку и литературе также показал средний балл выше, чем по городу и области. А также среди выпускников 9 классов 8 учеников на УГЭ получили высший балл. Важным фактором, влияющим на развитие школи, потребляется качественная подготовка системы внеурочной деятельности. Поэтому в нашей школе ведется системная работа с одаренными детьми через индивидуальные и групповые занятия, проектные деятельности, творческие конкурсы, олимпиады и научно-практические конференции. Более 30 моих учеников стали победителями и призерами очных мероприятий различного уровня. 12 учеников – призеры открытой региональной Межвузовской олимпиады ОРМО, входящей в перечень олимпиад Министерства просвещения. 10 призерами городских конференций и олимпиад, победителями Всероссийского фестиваля проекта, проводимого вузом Томской области. 3 призера Всероссийской научно-практической конференции школьников и студентов Эйнштейн. За поддержку олимпиадного движения награждена благодарственным письмом Томского государственного университета. Итогом своей деятельности считаю важным определение выпускниками школы своей будущей профессии, связанной с моим предметом. Мои ученики стабильно поступают в ведущие вузы страны – это Кемеровский государственный университет, ТГУ, НГУ, Ленинградский государственный университет имени Пушкина. 6 моих выпускников, и это моя особая гордость, продолжают мои традиции, став учителями русского языка и литературы. Одним из эффективных способов повышения профессионального уровня педагоги, с моей точки зрения, является участие в конкурсах профессионального мастерства. Через мою педагогическую деятельность в красной линии прошел конкурс профессионального мастерства «Учитель года», который сыграл большую роль в становлении меня как специалиста. В рамках участия в этом конкурсе я стала победителем муниципального и лауреатом гласного этапа, а также являюсь лауреатом гласного конкурса «Новая волна». В 2019 году я победила в конкурсе «Инновации университетов военных», представляла там разработанный мной электронный тренажер для подготовки учеников 9-11 классов ГИА, и данный тренажер награжден золотой медалью конкурса. Особо значимой для меня, как для педагога, является процедура прохождения сертификации. Поэтому проходила я ее четырежды, и это в значительной степени повышает мой уровень общепедагогического развития. Я уверена, если учитель успешно раскрывает и использует воспитательный потенциал своего предмета, то у учеников измерится гуманистическое мировоззрение, активная позиция гражданина и патриота. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.